С 4 октября на территории республики проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Акция акцентирована в первую очередь на безопасность детей на дороге. Вообще дети – это наше будущее, поэтому эта акция, я думаю, что правильная. И раз будущее за детьми, значит, больше кому заботится о них? Нам заботится. Следующее наше поколение. По всей стране идет рост дорожно-транспортного травматизма. С целью профилактики сотрудники ГИБДД проводят рейды на дорогах. Здравствуйте. Инспектор ДПС, старший леном полиции БОК. Документы можно, Ваш товарищ водитель? На территории республики проходят мероприятия «Внимание, дети!». Я у Вас вижу ребенка сзади. Он пристегнут в специально удерживающую устройство? Да, да, да. Здравствуйте. Почему не пристегнута Аделина? Водитель данного автомобиля перевозил ребенка без автокресла. Сразу возникает вопрос, почему? Ведь применение детских автокресел позволяет избежать самых страшных последствий. Статистика свидетельствует, более чем в 70% аварий автокресло для детей позволит спасти жизнь маленьким пассажирам. Оно принимает на себя основной удар при аварии, снижая риск получения ребенком травм. Уже более трех лет автокресло стало обязательным и в России. Но, к сожалению, до сих пор некоторые воспринимают специально удерживающие устройства для детей, как очередную причуду сотрудников ГИБДД. Как вы сегодня оказались свидетелем, то есть мы работаем на дороге, выявляем правонарушителей, которые перевозят детей без специально удерживающих устройств. То есть проводим с ними беседы и накладываем на них административный штраф в размере 3000 рублей. Я так думаю, чтобы водители поняли, что безопасность детей – это прежде всего. По словам инспектора, по пропаганде подобные акции положительно влияют на автолюбителей. И с каждым днем автонарушителей становится меньше. Тенденции роста есть в лучшую сторону. Начиная с того года идет снижение, то есть уже меньше водителей перевозят детей. Заметно уже у водителей появились специально удерживающие устройства, специальные адаптеры, то есть пристегивают. Но все равно попадаются водители, которые забывают либо пристегивать, забывают либо покупать кресла. Также я хочу обратиться к водителям, которые недавно стали родителями, у которых недавно родились дети, что продаются в магазинах специализированных специальные люльки, где можно перевозить новорожденных детей. Я обращаюсь к ним, чтобы они покупали данные люльки и устанавливали в своих автомашинах. Мы должны помнить, наименее защищенными при аварии являются дети. Каждая поездка в машине потенциально опасна для их жизни и здоровья. Ведь ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. За 9 месяцев в городе Кумертал произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 8 детей. Это на 5 случаев больше, чем в прошлом году. Профилактическая акция «Внимание, дети!» продлится до 11 ноября. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».